Торжественное открытие поклонного креста в памяти святой преподобно-мученицы Елисаветия предваряет молебен в Храбежем начальной Троице. Он был возведен в 1995 году старанием главы Ершова Виктором Бабуриным чуть южнее того места, где в 19 столетии находилась церковь, построенной по проекту архитектора Афанасия Григорьева, ученика знаменитого швейцарца Доминика Жилярди. В ней не раз бывал будущий губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович, супругой которого в 1884 году станет гессендармштадтская принцесса Ельсавета Александра Луиза Алиса. Именно к ней святой преподобно-мученице Ельсавете Феодоровне обращены молитвы всех причастных к торжественному событию – открытию поклонного креста. Не рассуждая, ащи достойне суть любви твоей я, не вознушайся и ныне нас грешных и немощных, но буди нам скорой помощница и ко Господу ходатайца. Это ли не чудо? Белокаменный крест с барельефом святой преподобно-мученицы, великой княгинь Елизаветы Феодоровны, основательницы Марфы Мариинской обители, появляется на Ершовской земле спустя сто лет, со дня ее трагической гибели в Алапаевске. Инициатор вновь Виктор Бабурин. При поддержке администрации Одинцовского района, при содействии императорского православного палестинского общества и лично его председателя Сергея Степашина. Порядка ста, только ста русских школ было построено ею при ее усилиях непосредственно на земле Палестины, святой земли. В основном это была нынешняя Сирия. Огромное количество подворий, медицинских центров. Она, когда началась русско-японская, потом Первая мировая война, несмотря на то, что была великой княгиней, дочкой герцога и внучкой английской королевы, стала простой сестрой милосердия, отдавая и свои средства, и свою душу помощи в поддержку раненых наших воинов-ратников. И мне очень приятно, что сегодня здесь присутствуют представители славного корпуса российских и советских ракетчиков. Теперь в селе Ершово появился поклонный крест. Дань памяти святой преподобной мученице Елизаветы Федоровны. Я благодарю Императорское Православное Палестинское Общество за эту правильную, благородную и своевременную инициативу. С уважением глава Одинцовского района Андрей Иванов. Елизавета Федоровна вместе с супругом, великим князем Сергеем Александровичем в Ершово бывала не раз. Они гостили в родовом имении графов Алсуфьевых. Ныне в здании и на территории усадьбы располагается дом отдыха. Великокняжеская чета посещала и Коралова имени известного ученого-историка, директора Эрмитажа Александра Васильчикова, дочь которого Мария была фрейлиной Елизаветы Федоровны. По мнению историков, свою благотворительную деятельность великая княгиня начинала именно со Звенигородского уезда. В 1892 году ею было основано Елизаветинское благотворительное общество. В начале 20 века, по-моему, 1908 году в Звенигороде было большое наводнение. Именно Елизавета Федоровна пожертвовала 5000 рублей для того, чтобы помочь звенигородцам, пострадавшим во время наводнения. Она возглавляла... Здесь, в Звенигороде, был комитет женского Елизаветинского общества, которое занималось детьми, и у которых мамы не имели возможности финансово их воспитывать. Здесь были ясли, здесь были приюты. Было отдельное общество погорельцев, и город деревянный, и горели много. Так вот, Елизавета Федоровна тоже оказывала помощь погорельцам. И причем она, например, считала... И это ее такое английское, английско-немецкое воспитание. Она считала, что погорельцам нужно помогать не только, например, деньгами, но и обязательно с котом, с семенами, для того, чтобы люди могли восстановить свою жизнь. А потом, когда началась Первая мировая война, то здесь, в Звенигороде, был создан целый комитет помощи воинам, которые ушли на войну. И в 1915 году Елизавета Федоровна лично сюда приезжала и проводила заседание благотворительного комитета. Возведение поклонного креста, по мнению создателей, один из этапов по увековечению памяти о великой княгине Елизавете Федоровне. Председатель Московского областного отделения ИППО Юрий Смирнов делится планами. В этом месте должна появиться и часовня, работа над которой будет поручена архитектору Андрею Анисимову. Поклонный крест стал 21-м памятным монументом, возведенным на территории Яшовского сельского поселения. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.